Прописная законодательная база, безопасные формы голосования и масштабная система общественного контроля. Все эти созданные в стране условия помогут провести легитимные выборы президента в марте 2024 года. Об этом, а также о возможных сложностях, рассказано в докладе Ассоциации «Независимое общественное мнение». Его обсудили на круглом столе регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Специалисты определили важные моменты, касающиеся подготовки наблюдателей, новые законодательные нормы и ход предвыборных кампаний. Отдельно проговорили и про доступность избирательных участков. В Самарской области более 98% участков доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это выше, чем в среднем по стране. Мы здесь обратили внимание и на то, что помещения для голосования должны быть доступны не только для граждан здоровых, но и тех, кто ограничен своими возможностями по состоянию здоровья. Поэтому мы обсудили этот вопрос и будем контролировать. К круглому столу по видеосвязи подключились федеральные эксперты. В частности, один из авторов доклада, председатель ассоциации НОМ Александр Брод. Он пояснил некоторые моменты из напечатанной работы и отметил, что одним из главных вызовов предстоящих выборов будет противостояние попыткам саботирования выборов извне. Но, по словам специалиста, российская избирательная система к этому готова. Уже были заявления и международных структур, и отдельных политиков о непризнании российских выборов. Тем не менее, будут приглашения по линии ЦИК и Государственной Думы, Совета Федерации, политикам, экспертам тех стран, которые захотят приехать и проконтролировать ход избирательного процесса. Большое внимание эксперты уделяют и работе средств массовой информации. Именно они могут оперативно и объективно показать действительную ситуацию на участках. Не случайно в состав штаба по независимому наблюдению за выборами вошли руководители самарских СМИ, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. За эту работу по итогам избирательных кампаний 2021-2023 годов она была отмечена благодарственными письмами президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в этот раз в состав штаба вошли 15 человек. Это, помимо представителей СМИ, члены региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарского отделения Ассоциаций юристов России. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Его заместителями будут президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национально-исследовательского университета имени Королева. Именно этот штаб и будет координировать работу независимых наблюдателей на участках, а также проводить их обучение и подготовку. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События.